Ну что, друзья, коллеги, всем привет! Всем привет! Очень радостная новость. У нас у всех закончилась 5 марта. Прошли те дни, когда мы уже все считали. Там всем все проверяли. Заплатили зарплаты. Переживали, будут ли довольны флористы или нет, когда ты им заплатишь зарплату. Всем поставщикам там все проверил. Кто плохо что-то... Разбирались с тем, кто плохой товар поставил. Почему там кто-то нам опоздал. Почему кто-то додолго ехал. Ну, короче, все закончилось. Для нас с вами начинается Новый год. Это точно. И сейчас мы хотели поговорить о том, какие итоги на 8 марта и какой же самый классный и маржинальный продукт был у нас. С первого, с чего начнем, этот год был не самый легкий, потому что выходные перед 8 марта это для нас, как для цветочников, не есть хорошо. Мы понимаем, что наши клиенты, то есть мы работаем в сегменте верхний, средний, нижний премиум. Да, Артем имеет в виду то, что 8 марта выдалось на выходные дни, когда получились длинные выходные. Хорошие клиенты решили уехать. Поэтому, собственно, само 8 марта могло пройти, не везде ни на кого. То есть, если у вас спальник, да, у вас там будет клиенты в любом случае, потому что спальники, кто остался, зайдут. Если у вас по салон-центре, то 8 марта, вероятнее всего, у вас был меньше поток, чем 7 марта. Потому что 7 марта было более активно в этом году, чем 8 марта. Такое периодически бывает, потому что 7 дней недели, каждый раз 8 марта, это разный день недели. Самое, наверное, легкое, это когда 8 марта в среду. Дно получается длинным, и люди корпоративные букеты начнут дарить еще 3 марта. 3-4. А, и потом небольшой промежуток. Пару дней такая передышка. Передохнуть получается, и 7-8 марта уже основной поток тоже. Да, эти 2 года и в прошлом году, и в этом году, как бы, они все склеиваются. Это физически очень сложно. То есть, нам нужно с вами сделать завод по производству букетов внутри какого-то магазина. То есть, когда у нас там работает в штате 2 флориста, надо гораздо больше людей в тот момент, когда у вас праздник. В году также многие магазины, я думаю, столкнулись с проблемой сотрудников дополнительных на 8 марта, потому что из-за инсталляции увеличивается цена, да, работоспособность, и люди уже не хотят работать за эти деньги, которые работали. На которые платили в прошлом году, да, соответственно, приходится сильно увеличивать вход. Либо приходит вообще неквалифицированный персонал, который может просто испортить что-то, да. Ну, за который легче делать самому. То есть, если, если совет, если вы берете неквалифицированный персонал, берите его в начале января, учите его, пусть он тестируется на 14 февраля, и 8 марта для него уже будет такое, как плановое нагрузочное мероприятие. Одна из больших проблем этого года – это увеличенный вход, естественно. И мы столкнулись с этим уже не первый год, и понимаем то, что с каждым годом из-за инфляции процентная составляющая от оборота растет. Да, то есть, это большая проблема, потому что если у нас по финмодели заложен один вход, да, соответственно, когда мы считаем, смотрим и понимаем, что мы выходим за эту цифру, мы меньше заплатить не можем, потому что мы понимаем, как вся наша команда браво и круто трудилась, и мы просто не имеем права, да, там, заплатить им меньше. Соответственно, из-за этого мы платим больше, но мы не теряем, да, в чистой прибыли. Из-за этого, я думаю, у некоторых в этом году праздник прошел, возможно, в финансовом плане не так хорошо, как хотелось бы, я имею в виду в формате чистой прибыли, да. То есть, пооборот, в этом году он был хороший, прирост по-любому у всех, причем хороший. Но вопрос прирост в чем? В сумме или в чеках, да? То есть, мы сейчас смотрим по количеству чеков, да, прирост, потому что, учитывая уровень инфляции, мы не можем оценить достоверно рост в цифрах, то есть, в деньгах. И, соответственно, мы смотрим в чеках. В чеках у нас прирост очень разный, в отличие от магазинов. У нас там по каждому магазину можно смотреть, что в одном магазине прирост там плюс, ну, допустим, в одном по входящим прирост плюс 41%, да, и там прирост в чеках тоже хороший, там 38%, а в другом минус, и причем такой хороший минус, допустим, минус, самый большой минус, у нас был минус 35%, а приходным, и, соответственно, был большой минус по чекам, то есть, больше 30% тоже. Но в целом мы все равно приросли, потому что у нас рост всегда есть, мы всегда растем, для нас это плюс, потому что мы большая команда, у нас большой профессиональный штат и управленцев, и магазинов. Второй фактор, который повлиял на маржинальный продукт и на маржинальность в целом, это в том, что себестоимость тюльпана, так как он основной продукт нашей сети на 8 марта, подорожал примерно на 60% закупки. И, соответственно, это очень сильно повлияло на рост цены тюльпана самого, потому что в прошлом году... Ну, я с тобой не соглашусь, в нашей сети мы продавали примерно точно так же, как и в прошлом году, в отличие от одного сорта дримера, то его на моего любимого, которого мы продавали по 300 рублей, то есть, весь основной тюльпан был у нас по 200 рублей, то есть, в прошлом году мы примерно то же самое продавали, ну, может, чуть-чуть дешевле, да? Я смотрю по Ростову просто. Да, я про Москву говорю. В Ростове мы в прошлом году значительно дешевле продавали тюльпан, чем в этом году. Вспомнить, если мы проценивали конкурентов и смотрели, что было там с 7 на 8 марта, даже оптовая цена на тюльпан, у баз всяких, да, была там в районе 100-150 рублей. Да, закупка, это как бы космическая цена. 3 тысячи за пачку. На оптовке, да, ну, это тумач, на самом деле. В целом, что мы хотим сказать, что из-за того, что увеличилась сильно закупка, да, то есть, соответственно, маржинальность этого цветка уменьшилась. Допустим, ну, по крайней мере, у нас в прошлом году, потому что у нас в прошлом, в последние 5 лет у нас основная единица, о которой мы работаем, да, больше всего на праздник, это тюльпан. Ну, в принципе, мы даже, наверное, не 5, а больше лет в основном упор на тюльпан делаем, но зарабатывали мы с него раньше гораздо больше, чем в этом году. Это точно. Это и вторая проблема, это 8 марта. Третий нюанс, который был в этом году, это все знают, что очередь иностранного входящего товара, в особенности Розы, Эквадор, Кении и всего остального, что ехало к нам с других стран, сделали общую очередь на таможне. Это раньше была на Скарапорт одна очередь и на основные товары другая очередь. Сделали одну очередь, и я думаю, это для цветочников специально сделали, что... Возможно, да, перед праздниками, перед 14-м, восьмым, потому что у нас очень большая проблема была, я упал, я спрашиваю, что у нас с товаром, он 1-го числа говорит, я не знаю, я не знаю, когда он придет, фура стоит на таможне, и через сколько она приедет в таможню, мы не знаем. То есть, а у нас идет на основное там заказные цветы, соответственно, очень важные там цветы, как ранункульсы, которым нельзя долго ехать, да, причем мы предусмотрели, да, по всей условию они напрямую с Сан-Рема ехали, и была проблема в том, что им нельзя долго ехать, потому что либо если они едут на воде, они могут гнить, да, что у нас получилось с первой поставкой, у нас было чуть больше воды, и ранункульсы чуть-чуть хуже доехали, чем на 8-го марта. Но из-за того, что была большая очередь, соответственно, весь товар пришел, худшего качества, чем мог бы быть, потому что когда он едет 3-4 дня, все good, когда он уже едет там больше дней, начинаются проблемы. И проблема у нас не только с качеством, но и с тем, что мы тратим время, да, Паш? Естественно, да, мы тратим время на переработку этого цветка, на выделение лучшего цветка, выкидывание худшего цветка, который приходит на рекламацию, это очень много времени уходит на это. И потом, соответственно, некоторые оставшиеся цветы не так хорошо стоят, как хотелось бы. То есть у нас увеличенные списания, у нас увеличенное количество персонала, который работает с этим цветком. Допустим, если раньше ранункульс пришла, телега, то ее выхватил из машины, выхватил в холодильник, и все, она стоит из нее. Ничего не делая, что в этом году надо было перебрать каждый цветок и проверить. А потом приходится еще докупать что-то по более, естественно, дорогой цене, что не списывается нашу себестоимость. Да, которую мы заложили в матрицу изначально. То есть если у нас там, допустим, шло 1000 ранункульсов, дошло нам 600 ранункульсов, или 700, да, часть мы там списали, то нам где-то эти 300 или 400 надо докупить, но мы уже не можем по той цене, которую мы планировали докупить, и мы покупаем их, конечно же, дороже. Отчеркнем наши плюсы в том, что у нас был свой тюльпан, грубо говоря, выращенный на юге, который мы легко транспортировали, легко с ним обращались, то есть мы его хранили офигенно. И самое главное, что мы были уверены, что он срезан тогда, когда мы знаем, что он срезан, не в качестве цветка, а именно, когда он срезан, как он перевезен в холоде, в тепле, как он хранился в этот момент, потому что это очень важно, когда у тебя тюльпан хранится, в стабильно низкой температуре, и он доезжает в твой магазин холодный, четкий, закрытый, не перерощенный, недавно срезанный, и, соответственно, мы уверены, что у клиента он хорошо постоит, что он, получается, у нас в холодильнике хорошо постоит. Короче, уверенность это очень важно. Для вас это тоже может быть плюсом, если вы купите у какого-то местного, локального поставщика, да, и будете уверены в его товаре, что его качество будет стоять и у вас в холодильнике, и у клиента отлично, то это большой плюс. Да, и не будете переживать, что он едет, доедет, он не доедет, потому что мы реально не понимали, доедут ли цветы 7 марта на магазин, потому что фура может стоять на таможне 8 дней, то есть очередь была 8 дней. Но приехал 4-го. Но все равно, но прогнозы были на самом деле не совсем хорошие. Некоторым не доехала. Некоторым вот приехала 8-го и даже помню. То есть, ну вот такие нюансы тоже хочется исключить в празднике, потому что очень важно цветок получить заранее, подготовить его, выставить, потому что у нас есть ранние заказы, у нас надо сделать готовую террину, штучку выставить, ну как бы много подготовки. Еще плюс это четкий, подобранный ассортимент. То есть, вы должны понимать, что вы будете продавать своим дорогим клиентам, что вы будете продавать дешевым клиентам, да, есть ли какие-то акции, есть ли какие-то цветы, которые пойдут в букеты, которые суперходовые, да, там, например, трешки, которые мы уже снимали. Ну, кстати, мы трешки не делали. Но трешки делали. На Флорисе, на Дейли делали. В нескольких салонах и хорошо уходили этот топ продукт, а также гипсофил, да, допустим, который тоже можно заготовить заранее. Вы должны понимать, что у вас должны быть вот такие тюльпаны, как для меня. Сортовые, дорогие, которые можно сделать упор. То есть, мы этот тюльпан продавали дороже, потому что он реально красиво раскрывается. Вот тут лежит, посмотрите, бомба, да, вот в таком состоянии, потом раскрывается до такого, еще сильнее. Есть вот такие штуки. Да. Детки, детки по несколько штук. И они тоже раскрываются и красиво смотрятся. И это немаловажный плюс, потому что этот плюс будет потом заходить после 8 марта, когда клиент уже вау-эффект прочувствует. Сверхожидания, да. Да. И потом закажет еще раз. А мы рекомендуем вам работать по узкой матрице на праздник, да, делать как можно меньше ассортимент, потому что вы будете уверены в том, что у вас есть, вы будете знать, что вы продаете, особенно, если вы работаете и оффлайн, и онлайн. Да, кто-то, если кто-то работает конкретно на оффлайн, без заказов, то ему легче, то есть, он продает витерину. Если кто-то работает только на онлайн, он тоже легче, он продает только заказы. Кто работает как мы, то есть, и оффлайн, и онлайн, есть нюансы, да, чтобы цветок всегда был и в наличии, и под заказ. То есть, тут много таких многоходовочек, которых надо соблюсти. Соответственно, когда мы готовимся к празднику, мы должны посмотреть прошлый год обычно, как мы делаем аналитику. Мы берем прошлый год, смотрим количество проданных цветов, количество списанных цветов, количество недостаточно, где мы что-то не докупили, что мы быстро продали, то есть, анализируем это, фиксируем, к следующему году мы исправляем эту ситуацию. Очень важно еще не делать большую воронку по букетам, особенно это касается уже дней, там, 6, 7, 8 марта, когда нужно, наоборот, суживать ассортимент. Максимально, да. Максимально, грубо говоря, до 8 марта можно продавать там, три варианта букетов и на этом остановиться. Мы, кстати, не очень любим и умеем сужать, для нас это прям трагедия какая-то. Мы любим большое ассортимент, всегда, чтобы всего много. У нас даже на сайте много выбора, потому что у нас много позиций разных цветов. Это роза эквадор, это гортензия, это нарцисс, это мимоза, это тюльпаны, фрезия, ранункулюсы, гвоздика, нарцисс, нет, матиола не было в этом году, альстермерия, ну, чуть-чуть матиола было. Да, кустовая была для сборных букетов. То есть, если мы говорим конкретно о монобукетах, рекомендация, также большая делать. В основном праздник больше монобукетов, либо если это сборник, то он должен быть конкретно дорогой, грубо говоря, дороже, чем ваш обычный средний чек примерно в 2 раза. Тогда, то есть, его выгодно будет сделать и флористам будет легче. Потому что, если вы загрузите флористов сложными букетами, то они не будут успевать отрабатывать либо входящий поток, либо, грубо говоря, поток не успеет отработать. Потому что, если мы будем заморачиваться, то будет очень сложно. То есть, нам нужно организовать такое мини-серийное производство, скажем так, где мы знаем, мы продаем букет из 19 тюльпанов, мы продаем по 5 тюльпанов или мы не продаем по 5 тюльпанов. Кстати, мы в этом году вообще не продавали по 5 тюльпанов, потому что решили убрать из ассортимента эту позицию. Но, в принципе, мы, наверное, довольны. Хорошо это или плохо, остается вопросом, потому что... В течение года мы это узнаем. Потом ты это узнаешь, либо 8 марта узнаешь. Когда ты маленький магазин, тебе все равно нужно делать корпоративных клиентов, потому что это следующий клиент, который к тебе придет на 8 марта. Или вообще просто потом придет за обычным букетом и скажет, классный букет, вот такие красивые сделали. То есть, соответственно, с корпоративной можно работать, но с ними сложно работать, готовиться надо к ним заранее. Ну что, друзья, теперь раскроем карты и какой самый маржинальный продукт в этом году. ТОП-3. ТОП-3 выделим товаров. Мы выделяем два критерия. Это оборачиваемость и прибыль с одной единицы. То есть, если мы там продадим 5 протей с наценкой 5000, то X5, нам все равно невыгодно продавать 5 протей за праздник. Нам надо продать там, допустим, 7000 тюльпана. Если считать в количестве тюльпанов, то тюльпан на первом месте, гортензия на втором и роза на третьем. Мимоза на четвертом, нарцисс на пятом. Постой на пятом месте фрезия была, а не нарцисс. А если считать, то по стоимости наценки, да, по первому месту, то это у нас гортензия. В этом году составил. В прошлом году это был, кстати, тюльпан, потому что тюльпан был по маленькой закупке и максимально высокая наценка. На втором месте потом был Ранункулюс. Да. Ранункулюс в этом году подкачал. Ранункулюс просто провалился в этом году. Не знаю, я понимаю, с чем это связано, потому что за одну единицу платить 750 рублей, а в этом году он еще пришел не такой большой, как хотелось бы, в полтора раза меньше. Ну, короче, сплошные минусы по нему. Кто занимается Ранункулюсом, знает, что там сезон типа не очень важный. Да, в этом году не самый удачный Ранункулюс пришел. И, соответственно, он потерял свои позиции по сравнению с прошлым годом. Был, грубо говоря, топ-2, сейчас он там топ-7, наверное, там топ-6, да? Мы его все равно любим продавать, потому что у нас есть клиенты, которые его любят. И, соответственно, классно смотрится в букетах. Но все же, получается, следующей позицией занимает у нас Фрейзия. Фрейзия, потому что мы на юге находимся, мы уже приучили клиента к этому цветку, мы ее любим и наши клиенты ее любят. Полюбили. Да. Также хочу сказать, что всеми любимый и нелюбимый гипсофил тоже получается на четвертом месте, потому что он, в принципе, неплохо продается, на него достаточно хорошая наценка и еще удобно, что его можно подготовить заблаговременно. Ну, кстати, вот если считать гипсофил маржинальным, он очень крутой продукт, в том числе то, что его можно сделать заблаговременно, подготовить все. Есть же еще продукт такой, как хризантема. Ну, мы, кстати, с ним почти не работаем и в этом году... Мы работаем в нескольких магазинах с этим продуктом. Но, к сожалению, в этом году все знают, что закупка хризантемы была колоссальной. Мне кажется, самый высокий ценник я слышал за пачку 1150 рублей на 8 марка. Я знаю, даже не спустил. Это было прям космос. Ну, это цена была по безналу, по отгрузке, но все равно как бы это было too much. Соответственно, я думаю, многие магазины, кто на масс-маркете сидит, заметили, что маржинальность у них упала, потому что они приучили своих клиентов к хризантеме и им нужно всегда продавать много ее. Единственный нюанс, если ее покрасить и увеличить наценку, возможно, она может заработать. Но все равно дорого, ты ее не продаешь, потому что клиент привык к хризантеме по другой цене. и хризантема. Я помню вообще хризантему по 100 рублей в продаже. А сейчас, когда я смотрю и 200 рублей закупка и 400 плюс продажа, то это такая к холмске ценник, мне кажется, я бы никогда в жизни не купил. Но единственный плюс, она долго стоит, если человек покупает и долго она у него стоит, это нормально. То есть 400 рублей растянуть в два раза дольше, чем тюльпан, будут ставить, в принципе, норм. Кстати, многие и мы в том числе любим гвоздику, диантус, особенно цветную, белую, нежную, оттенков, розовую, персиковую, бежевую. А в этом году у нас пришло поздно, я не помню, чуть ли 8 марта у нас помощники флориста ее пытались там распушить, она как камень прошла, мы не успели напить. Были с ней нюансы. Хотя это тоже неплохо маржинальный продукт, но в нашей иерархии в этом году он не залетел даже, наверное, в семерку. Ну что, друзья, в итоге мы понимаем, что торгуют все на 8 марта тюльпанами, какими-то еще позициями, кто к чему привык, цисовом, или там какой-нибудь еще другому цветку, гиацинту. Короче, на что вы делаете упор? Но, и вот мы сейчас уже с Пашей обсуждали вот недавно, что нам нужно сейчас делать заказ луковиц на 8 марта на следующее. Мы не понимаем, как бы, сколько его заказывать, потому что цена будет еще дороже, а покупательская способность выше точно не вырастет. И она уже в этом году была на пределе, мне кажется, когда человек приходил, брал пачку тюльпанов там за 4-6 тысяч рублей, а где-то и там за 7 тысяч рублей, то есть он был немного в шоке от среднего чека. То, что, в принципе, я думаю, у всех средний чек вырос. Мы рассчитывали, что человек не будет брать пачку тюльпанов в этом году, но все равно он брал пачку тюльпанов. То есть мы думали, что он будет брать 9-15, но, как бы, слава богу, он брал больше. Но, в целом, понимание следующего года у нас на сегодняшний день не складывается, потому что горизонт планирования сейчас очень короткий, связан это с нашей ситуацией в стране, у нас много дополнительных факторов, которые влияют на экономику, на состояние гражданина, на бизнес, на все в целом. И запланировать там рост какой-то к прошлому году мы сейчас не можем, да, Паш? Все знают, что в Голландии ухудшаются условия выращивания луковиц. Кстати, там что-то случилось еще, да? Возможно, многие не знают, но там были дожди и все остальное, и это повредет к проблеме то, что луковица будет... Ее будет меньше, она будет еще дороже. Будет меньше, да, она будет дороже, и, соответственно, тюльпан еще будет дороже. И мы приходим к тому, что, возможно, тюльпанам уже смысла не будет торговать на 8 марта. Нужно думать, чем торговать на следующий год. Так что, друзья, мы подытожили, рассказали вам о наших продуктах, о наших маржинальных товарах. Желаем, чтобы ваше 8 марта проходило так же хорошо, как наш, потому что в этом году у нас прошло хорошо. И, соответственно, готовьтесь к нему заранее, потому что 8 марта это, как, наверное, для школьника выпускной экзамен раз в год, который мы с вами сдаем. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, как прошло ваше 8 марта, какие маржинальные продукты вы продавали, как классно, что заходило, что нет. И с какими проблемами вы столкнулись вы.